всем привет в эфире канал my hobby log и сегодня вы узнаете что-то новое это второе видео в серии посвященной гоночным квадрокоптером я рекомендую смотреть эту серию с самого начала все ссылки вы найдете в описании под видео что же пришло время начать сборку нашего будущего квадрокоптера и сначала я предлагаю поговорить о самом главном об источнике энергии качество источника энергии в большей степени влияет на полетные характеристики квадрокоптера поэтому к его выбору стоит подойти крайне внимательно полет на гоночном квадрокоптере это огромная скорость борьба с инерцией с гравитацией поэтому в полете часто требуется взрывное высвобождение огромного количества энергии чтобы создать достаточную данный момент силу тяги при этом сам источник энергии должен мало весить потому что любой лишний вес глубительно сказывается на скорости маневренности управляемости квадрокоптера таким образом основное требование предъявляемое к источнику энергии гоночного квадрокоптера это способность быстро отдавать большое количество энергии и при этом иметь малый вес с этой задачей в данный момент эффективнее всего справляются силовые литий-полимерные аккумуляторы аккумуляторная батарея состоит из нескольких аккумуляторов или банок номинальное напряжение одного литий-полимерного аккумулятора составляет 3,7 вольта это условная постоянная величина которой часто пользуются для упрощения расчетов реальное же напряжение аккумулятора зависит от степени его заряда полностью заряженный аккумулятор имеет напряжение 4,2 вольта а полностью разряженный 3 вольта при последовательном соединении аккумуляторов образующих батарею итоговое напряжение будет равна сумме напряжений всех входящих в сборку элементов или банок данный провод образует силовой вывод аккумулятора которому впоследствии и будет подключаться потребитель энергии также к выводам отдельных аккумуляторов припаивают провода из которых образуется так называемый балансировочный разъем он необходим для контроля напряжения на каждой банке на данный момент стандартом де-факто для гоночного квадрокоптера является четырехбаночный литий-полимерный аккумулятор несмотря на то что большинство современных моторов рассчитано на работу как от четырех баночных так и от трех баночных аккумуляторован Crimea использование последних гоночных квадрокоптерах не рекомендуется трехбаночный аккумулятор не способен обеспечить достаточной мощностью современные моторы летать на нем квадрокоптер конечно будет но совершенно не так как ему положено летать количество энергии которое аккумулятор способен себе хранить называются емкостью и чаще всего измеряется в ампер часа Это батарея емкостью 1,3 Ач, или 1300 мАч, а это для сравнения батарея емкостью 5200 мАч. Конечно, чем больше емкость, тем больше энергии сможет отдать аккумулятор, тем больше будет летать квадрокоптер, однако и тем больше вес батареи, что нам совершенно не нужно. Вес аккумулятора должен быть как можно меньше, хорошая батарея не будет весить больше 200 грамм. В золотой середине считается емкостью 1300-1500 мАч. Полетное время гоночного квадрокоптера составляет примерно 2-3 минуты, и это нормально. Если летать неактивно, как говорится, блинчиком, то это время может растянуться и до 5-7 минут. Посмотрите в нижнюю часть экрана, здесь отображается информация, которая собирается специальными датчиками квадрокоптера. Все эти показания вы будете видеть на экране во время полета, при наличии на борту специального устройства. Подробнее об этом мы будем говорить при сборке квадрокоптера. Обратите внимание на вот эти показания. Это сила тока, которую потребляет в данный момент вся электроника квадрокоптера. Чем быстрее крутятся моторы, а это можно понять по звуку, тем больше сила тяги и тем больше силы ток требуется для их работы. Сила тока измеряется в амперах. Чем больше потребление, тем быстрее расходуется заряд батареи. Вот тут отображается некое значение, представляющее собой упрощенное обозначение уже из расходованного заряда. Как только эта цифра будет приближаться к емкости вашего аккумулятора, следует лететь на посадку. А здесь отображается напряжение аккумуляторной батареи в данный момент. Аккумулятор, конечно же, не может обеспечивать совершенно любую силу тока. Итак, мы подошли к самой важной характеристике аккумулятора, который является максимальный разрядный ток или токоотдача. Токоотдача указывается в единицах Си. Чтобы узнать максимальный разрядный ток в амперах, необходимо просто значение в единицах Си умножить на емкость аккумулятора. Например, у данного аккумулятора токоотдача 70Си, значит максимальная сила тока с таким аккумулятором составляет 91 Ампер. Однако указанные на аккумуляторах параметры далеко не всегда соответствуют реальным и могут значительно отличаться от них. Поэтому перед выбором аккумулятора следует изучить реальные тесты и их легко найти в интернете. Рекомендуется выбирать батареи таким образом, чтобы расчетный рабочий ток не превышал 70% от номинальной токоотдачи батареи. При повышении максимального тока разряда, то есть когда нагрузка требует ток больше, чем может обеспечить аккумулятор, неминуемо следует перегрев аккумулятора, при котором внутри него происходят необратимые химические реакции и, как следствие, аккумулятор сдувается и теряет емкость. Моторы гоночного квадрокоптера требуют большой силы тока, когда работают на полной мощности. Поэтому и токоотдача аккумулятора должна быть как можно больше. Лично я в данный момент пользуюсь вот такими аккумуляторными батареями. Ну а ваш выбор остается за вами, я оставлю под видео несколько ссылочек. Чтобы заряжать аккумуляторы, вам понадобится зарядное устройство. Я пользуюсь вот такими. Оно имеет прикольный цветной экран, его удобно брать с собой в поле. Вы же, как обычно с помощью интернета, можете выбрать любое зарядное устройство. Также можно начать с приобретения народного зарядного устройства iMax B6. Только не попадитесь на подделку. Вообще зарядное устройство может быть любым, главное не таким. Оно должно иметь как минимум следующие функции. Первое, собственно, заряжать аккумулятор. Перед зарядкой вы должны будете указать силу зарядного тока. По общему правилу, любой литий-полимерный аккумулятор можно заряжать током 1С. Что такое единица С, вы уже знаете. Например, этот аккумулятор можно безопасно заряжать током 1300 мА. Если аккумулятор можно заряжать большим током, об этом будет указано в инструкции к нему, на коробке или на сайте производителя. Например, все мои аккумуляторы допускают зарядку током до 5С. Как вы уже, наверное, догадались, при зарядке таким током, время зарядки уменьшится в 5 раз. Однако, все же не рекомендуется злоупотреблять высокими токами заряда, и когда нет необходимости в быстрой зарядке, стоит предпочесть зарядку током 1С. Во время зарядки на экране зарядного устройства должно отображаться количество заряда в амперчасах, которое, как обычно говорят, залилось в аккумулятор. Также зарядное устройство должно, кроме общего напряжения, отображать и напряжение на каждой отдельной банке для контроля. При выборе зарядного устройства вы встретитесь с таким параметром, как его максимальная мощность. Мощность вычисляется как произведение напряжения и силы тока. Отсюда, для вычисления максимального зарядного тока, необходимо максимальную мощность поделить на напряжение заряда аккумуляторной батареи. Для 4-х баночной батареи зарядное напряжение ближе к концу процесса зарядки достигает 16,8 В. Например, это зарядное устройство имеет максимальную мощность 150 Вт. Значит, максимальный ток заряда равен почти 9 А. Зачастую в комплекте с зарядным устройством не идет блок питания, его придется приобретать отдельно. Поэтому при выборе блока питания следует также учитывать и его максимальную мощность. Например, у меня вот такой универсальный блок питания мощностью 100 Вт. Блок питания накладывает свое ограничение, и максимальный ток, которым я могу заряжать батареи, составляет почти 6 А. Также при выборе блока питания необходимо обратить внимание на то, что его выходное напряжение соответствовало допустимым значениям зарядного устройства. Мощности 60-80 Вт вполне достаточно для заряда малоемких аккумуляторов, используемых на гоночных квадрокоптерах. Но если вдруг придется заряжать большие батареи, или вы в дальнейшем захотите воспользоваться вот таким устройством для параллельной зарядки нескольких аккумуляторов, то большой зарядный ток будет совсем не лишним. Каким бы хорошим ни было зарядное устройство, ни в коем случае не оставляйте его в процессе зарядки без присмотра. Следующая функция – это возможность разряда батареи. Он производится довольно малым током и под контролем напряжения каждой банки. Максимальная мощность разряда редко превышает 5 Вт, то есть примерно 200-300 мА для 4-х баночной батареи. Для того, чтобы разрядить таким током аккумулятор емкостью 1300 мАч, понадобится более 4 часов. Литий-полимерный аккумулятор следует хранить в сухом прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей, не полностью заряженным и не полностью разряженным. Самое благоприятное напряжение для хранения литий-полимерного аккумулятора – около 3,8 В. Поэтому следующая функция, которая должна быть в зарядном устройстве – это перевод батареи в режим хранения, в котором зарядное устройство либо дозарядит, либо разрядит ее до достижения каждой банкой указанного напряжения. К сожалению, аккумуляторные батареи имеют свойство портиться. Есть условная величина, по которой можно судить о физическом состоянии или иными словами здоровье литий-полимерного аккумулятора. Это внутреннее сопротивление. И измерение этого значения – это следующая очень полезная функция, которую должно иметь зарядное устройство. Вот таким образом на моем зарядном устройстве отображается внутреннее сопротивление каждой банки. Внутреннее сопротивление измеряется только на полностью заряженном аккумуляторе. Чем больше это значение, тем меньше ток аккумулятор отдает мотору, и тем больше тепла рассеивает через себя. То есть КПД аккумулятора уменьшается. Вы спросите, какое сопротивление является нормальным, какое – нет. Точных цифр не существует, они зависят от многих факторов, но можете придерживаться следующего рейтинга. Сопротивление банки от 0 до 6 миллион – это отличное значение. От 7 до 12 миллион – это нормальное, хорошее, приемлемое значение. Значения от 12 до 20 миллион означают, что банка уже вышла на финишную прямую в своей жизни. На значениях свыше 20 стоит уже задуматься о замене банки. В нормально работающей батарее банки заряжаются и разряжаются равномерно. Поэтому в общем случае для того, чтобы узнать, какое сейчас напряжение на каждый из банок батареи, нужно просто общее напряжение разделить на количество банок. Сопротивление неизбежно будет постепенно расти при эксплуатации аккумулятора и будет повышаться гораздо интенсивнее при нарушении правил эксплуатации. Самая неприятная ситуация – это когда сопротивления банок значительно различаются между собой. И тогда банки с большим сопротивлением будут разъезжаться и заряжаться быстрее банок с меньшим сопротивлением. Это, во-первых, обернется увеличением времени, требуемого на заряд всей батареи, из-за того, что балансировка будет происходить очень долго. А во-вторых, во время полета банка с большим сопротивлением разрядится гораздо раньше других, в связи с чем полет придется прекратить, хотя в остальных банках будет еще достаточно заряда. После покупки новой батареи ее следует расконсервировать. Это связано с тем, что на данный момент почти все производители добавляют в состав электролита консервант, так называемый ингибитор, который позволяет долго хранить аккумуляторы. Для расконсервации рекомендуется сделать два цикла заряда и разряда аккумулятора небольшими токами. Ингибитор разрушится и аккумулятор выйдет на свою номинальную емкость. Разряжать батареи необходимо до напряжения под нагрузкой, не менее 3,5 В. Таким образом, если у вас 4-х баночный аккумулятор, надо следить за тем, чтобы при спокойном полете, примерно на 50% мощности, общее напряжение батареи не опускалось ниже 14 В. После снятия нагрузки, то есть отключения моторов и остывания батареи, напряжение на ней должно быть больше 3,7 В на банке. При соблюдении этих правил, батарея должна отдавать около 85-90% своей емкости, что считается правильным режимом эксплуатации аккумулятора. На этом я заканчиваю эту серию. Жду ваших комментариев, задавайте вопросы, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok